всем привет вот так иду шарфики у нас какая-то в этом году аномальная зима я сейчас сейчас смотрела благодаря вот станции то у меня метеоростанции 20 градусов на улице время 9 полу десятого как-то вообще представляете какие куртки какие что я даже не знаю что мне надевать кардиган что какой-нибудь купить 20 градусов на улице это как такое возможно сейчас посмотрю правда да даже в шарфик не надо было брать потому что вообще зашибись зима такая где и я смотрю youtube там везде по-моему зима в этом году ненормальная недоразвитая какая-то ну ладно я не против в принципе смотрите собачку которую муж это ну как это сказать то господи забыла сбил видите ему там гипс наложили еще есть еще есть такие глазки не такая что наибольшая наверное ночью прям все эти а может быть и не очень сильно у него там было вот так видите ничего не сделал хотя гипс наложен в общем главное что помощь оказали я прям даже рада идите бездомные собаки а все сделали молодцы он не хотел ехать спрашивать узнавать про нее ну потому что говорит а вдруг ее это но он же не знал какое там что он причинил какой вред догадывался что ногу сломал а вдруг говорит ее усыпили как потом я буду типа жить и вот видите прислали фотки может сам ездил не знаю сейчас спрашивала что-то не отвечает в общем так вот собачка по крайней мере что ее не он мертвели и будет с ней все хорошо может кто-нибудь ее и это как потом приюта просто ищет новых хозяев в принципе собака то по моему не очень старая потому что обычно сами старые собаки они с сединой так жалко и смотрите не худая видите какая жирная в общем так я поработала уже почти вот собака моя любимая собака моя любовь и мое счастье вот моя любовь лежит тут целый диван для него целый диван для него целоваться иди целоваться иди целоваться кряхтит еще такой в общем сейчас поеду домой муж там фу блин чарли прям в рот в общем поедет муж пойдет с пиво пить стопами как всегда а я домой кушать мне знаете еще и лучше не надо ничего готовить ничего не накрывать а я дым а где доем остатки остатки сладки что есть то и доем а сейчас покажу что у нас там есть да так что вот так все домой пойдем так сгорбится и чтобы его чесали 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 очень в холодильнике я нашла немного супа тут еще для чарли есть остался и нут там вот крылышко валяется в общем все что в холодильнике было то и буду есть всем приятного аппетита что-то я сегодня припозднилась и меня всего лишь девять минут чтобы добраться он туда на самый верх в замок за этим замком находится моя работа но тут в принципе лезть то всего четыре минуты но если так в темпе скажем так в общем друзья засекаем время так сколько сейчас в очках ни хрена не видно 52 не видно вам вот 52 сейчас посмотрим замок мы добрались во время по моему 5 на моих без двух минут в общем да но часы пробили 5 а я все иду вдруг меня кто-то ждет но меня вот этот вот везде ему все надо понюхать все надо посмотреть и поэтому поэтому у нас а него минут побольше теплые весна но весной не пахнет знаете в испании тоже есть запах весны но не пахнет весной потому что наверное февраль зима вот видите он остановился там и стоит нюхать все ему надо понюхать нюхач какой-то смотрите какая красота друзья кстати хочу вам открыть секрет завтра мы туда поедем мы поедем завтра на снег так что кто еще не подписан подписывайтесь чтобы не пропустить этот момент и кстати чарли у нас поедет первый раз не серо неваду на снег будет на санках кататься хватит нюхать нюхать да чарли ты хочешь на снег поэтому мне сейчас нужно поехать в магазин мне нужно меркодону и в лидл надо и вообще везде надо но не хочется как говорится ездить с одного магазина на другое а надо потому что мне хочу сделать тортию на завтра картофельную ни картошки нет ни яиц нету ничего нету вот какую-нибудь ветчину в общем сделать бутербродики огурчики там знаете все такое как вот у нас мы раньше в поход ходили яйца вареные кстати яйца вареные огурцы сало но вместо сала будет ветчина в общем что-то такое сделать вкусное быстро легкая можно бы конечно по ресторанам там зайти там есть какой-то не знаю но знаете хочется вот так вот открыть багажник выставить всю еду и на морозце таком покушать если конечно будет мороз почему завтра потому что снег стремительно тает сфера невада находится с той стороны не с этой а потому что солнечная сторона снег быстро тает на улице очень тепло и в общем у мужа были другие планы но я их разбила в пух и прах потому что потому что тает снег а хочется на танках покататься а сейчас я пойду на пляж схожу как всегда по пятницам и суббота ой здесь столько народа фоткаются и молодежь сидит покуривает травку небось сто процентов здесь кто не курит травку тот тот не человек скажем так тот не молодежь вот так вот травокурители а сейчас просто немного релакса а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Видите, в Испании все есть. Вообще видели когда-нибудь такой натюрморт? Козы на фоне моря. Пожалуйста. Я вам покажу. Вот. А, на моего Чарли так все уставились. Смотрите вообще. Они его за своего что ли принимают. Так вот. Такие маленькие, хорошенькие. Для молока. Чтобы потом делать сыр. А еще вы знаете, что заметил? Иду. Сейчас парочка. Приехали вместе со мной. Ну я иду, иду. Они с ребенком. И я иду. Чуть сзади них шла. И вроде думаю, сейчас я их обгоню. И пойду быстрее. Чтобы обогнать их. Иду значит на обгон. Обгоняю, обгоняю. И потом бац. И мы идем в ногу. Я уже чуть ли не бегом. И в ногу. Как так? Говорю. Я же на обгон шла. Я же быстрее шла. Видимо они тоже темп прибавили зачем-то. Или я не знаю, со мной хотели. Идти. В общем, Чарли дела делает. На фоне вот такого моря. И вот, короче, мне их не удалось обогнать. Потому что, ну, идут со мной прям в ногу. Хотя я шла на обгон. Сто процентов. И, в общем, ушла на другую дорожку. Думаю, ну вас нафиг. Это, знаете, у нас на зумбе, на сумбе то же самое. Стоим все девчонки вот в ряд, да. Начинаются классы. Теснимся впереди. Я так думаю, что нужно вот в шахматном порядке встать, чтобы всем места хватило. Нет, все встанут в ряд. Вот. Ну и я пыталась, знаете как, выйти вперед. Сделала шаг вперед. И чтобы, ну, они сзади остались. У нас так места будет много. Что вы думаете? Они тоже все вперед шагнули. И мы опять в линии. Только чуть-чуть поближе к, ну, вот, где у нас тренерша. Нехи так, я, знаете, пару раз пыталась, ну, в танцы выйти, чтобы, ну, вот, места между нами было побольше. Просто выйти вперед или назад. Нет, они все под меня почему-то подстраивались. Они не принимали. Все это, типа, куда это ты от коллектива отрываешься? Нифига, мы с тобой. И потом я просто плюнула и начала, в общем, с ними. Просто там женщины, они, знаете, кто налево, кто направо. А я люблю, чтобы была свобода, знаете. Ну, чтобы я махнула рукой, никому не заехала. Ну, ничего у меня не получилось. Ой, вот и так я это пыталась обогнать. Чуть ли не бегом, вот, знаете, уже втроем. Потому что малыш уже убежал хрен знает куда. Мусорка. Вот. И чуть ли я не бегом уже идем. Но втроем. Но втроем. Я не знаю, с чем это. Мне кажется, это что-то как-то психологически срабатывает. Какой-то на подсознательном уровне. Ну, не специально же они за мной шли, правильно? Я у моря надела свою. Вот это. Вот это. Сегодня, кстати, не пахнет морем, как вчера. Но вообще погода класс. Народ гуляет. Там лежат, целуются. В общем, кто чем занимается. Чарли нашел себе палочку. Чарли. 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 Чарли, бень. В общем, у него во рту палочка. И он бережно ее несет в машину. Бережно так бережно. Но всю дорогу. Вот так вот. Конечно, я ее не повезу. Даже ей. Потому что пока будем ехать, он ее будет там грызть. И у меня щепки. Зачем они мне нужны в машине? Ой, такой закат красивый вообще. Там еще такая самолетный путь. Классный. Блин, ну весна, лето. А еще, знаете, самолеты так от солнца отражаются, как звезды. Там вот еще просто один летит. Самолет летит, колеса сдутые. Видите, отражается как. Классно, да? Вообще красота она в мелочах. Не надо куда-то там на что-то смотреть. А если вот так глубоко подумать, то все красиво. Разве не так? Мне кажется, в каждой мелочи можно найти свою изюминку. Что-то я расфилософствовалась. Прям такая иду. Романтическое настроение. Да нет, это просто сегодня суббота. И целых два выходных. Как я и говорила, палочку он притащил сюда. Так, куда ты ее спрятал? Трай, ну. Извини, Чарли, но это мы оставляем здесь. Везде просто уйма народу. Я даже не пошла в тот магазин, который я говорила за проводами. Потому что это какой-то апокалипсис. А еще у меня список есть, что купить. Но он в телефоне. А телефон? Сел. Пипец, все цветы уберет. Может мне тоже какой-нибудь хапнуть. Пять евро. Чтобы он у меня когда-нибудь сдох. Как вы смотрите на это? Я думаю, возьму какой-нибудь. Сейчас они свалят. Выбор, конечно, небольшой остался. Но все-таки. Смотрите, я покупала себе стелечки за десятку. А здесь тоже довольно-таки хорошие. По 4 евро. Может быть взять, попробовать. 42-43. У меня 39 размер. В принципе, прикольные такие. Народу, конечно. Я так не люблю, когда много народу. Но никуда не денешься. От размеров, наверное, тут 38-39. Но пустая коробка. Они не пустые. Они какие-то черные, что ли. Черные не хочу. Вот. 38-39. Может мне нужно 39-40. Потому что прикольные прям. Такие, глянь, с пяточкой. Возьму и пускай будут. Покупки на пикник, скажем так. Ха-ха-ха. Так. Сейчас вам расскажу, что купила. Блин, все в земле. Потому что сейчас узнаете, почему. Вот. Сначала уберу это в заморозку. Это микс для смузи. 2 евро стоит. Там, по-моему, 4 пакетика. Или 3, я не знаю. В общем, туда состав такой. Морковка, яблоко, персик, ананас. Ой. И этот. Цукини. Ну, надо же. Цукини. В общем, все мне нравится. Я хочу это все сделать. С вот этим молоком. Это. Ой, блин. Авена. Овсяные хлопья. Аллилуйя. Мне это тяжело удалось. А теперь уже по списку. В общем, попробовать взяла вот такое. Это сгущенка. Вареная. Не знаю, попробовать взяла. Это новую какую-то завезли. Там в Лидл постоянно привозят какие-то разные товары. Такие, скажем, из разных ста. Это вот Нормандия. 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 Есть такая страна? В Испании. По-испанскому есть. Пишите в комментариях, что такое Нормандия. Ну, наверное, страна отдельная. Вот. И вот, мне кажется, вообще цвет вкусный. Ну, и сгущенку на утро вот так вот мазать на бутерброд. Потому что хлеб с маслом, бутерброд с маслом и с вареньем, ну, он объедает каждый день. В общем, да. Я вот такую ветчину взяла для сэндвичей. А, кстати, это стоит рубль 69. Вот эта вот штука. Вот этот хамон евро 79. Колбаска вот такая из... Всегда его забываю вот это. Блин! Индюк. Из индюка рубль 89. Стоит, блин, все в земле. В общем, такие две колбаски. Так-так-так-так-так. Взяла сыр вот такой полувыдержанный. Вообще, испанцы любят такой, знаете, сыр выдержанный, чтобы он прям резко вонял такой. Был твердый, чуть ли не рассыпался. Мне вонючие сыры вообще не нравятся. Я вообще к сырам как бы равнодушна. А тут что-то захотелось опять на завтрак. Что-то я все на завтрак набрала. Буду завтракать каждый день разными. Да, вот так его вот я взяла. Он у нас вот такой штука. Стоит 2,19. 300 грамм здесь. Так, ну, эти я вам показывала. Они 3 евро стоят. Все-таки взяла. Сейчас попробую на кроссовке. Вот 6 банок тунца. В оливковом масле. Они что-то по предложению были. Стоит 3,45. Смузи вам сказала. Йогурт натуральный. Это вот этот. Блин, ну все в земле. По-моему. Он 99 центов стоит. Здесь вот сколько? Раз, два. 8 штук. Это муж. Он любит с тростниковым сахаром. На ночь. Это его ужин. 99 копеек. Так. 99 копеек тоже стоит вот такой вот овсяная. Овсяная вот такая вот фигня. Для смузи и для кофе с утра. Мне подруга посоветовала. Так вкусно. Но я все время забываю. Знаете, привычка молоко. Молоко. А с этим прям как, знаете, с гущенкой. Но там оно без сахара, без всего. Зато и витамин D там, смотрите. Ну, это может быть написано. Все на заборе тоже написано. Знаете. Так. Молоко обычное. 88 копеек. Но оно, конечно, не обычное. Это вот с омегой трес. В общем, витамин D, омега трес. Ну, понимаете, да? Здоровье будет холестать выше крыши. Если бы только от всего этого зависело наше здоровье, то бы не было всяких раков у здоровых совершенно людей. И всего того остального. Да. Ну, ладно. В общем, картошка супер дорогая. Рубль 45 килограмм. Я взяла немножечко. Буквально вот столечко. Она у меня вышла. Ну, и бог, килограмм и вышла. Вот. Евро 35. Просто в фруктовом магазине там намного дешевле. Я вот буквально только сейчас на тортию взяла и все. Так. Для Чарли евро 19 вкусняшки. Вот такие. Евро 19. Я две штуки взяла. Так. А. Вот для туалета попробовать решила. Ну, не решила. Просто на кассе стояли по еврику. Думаю, что бы не попробовать. Иногда, знаете, закапает что-то. Там раз-раз подтер. В общем, да. Я люблю всякие салфетки. За еврик. Вот так. Так. Яйца, яйца, яйца. 12 штук. Евро 45. Йогурт. Ух ты, блин. Какой он дорогущий. А, не. 49 центов. Не, это не он. Дорогой. 49 центов с черешней. Обожаю черешню во всех ее проявлениях. И взяла вот такой вот йогурт. Попробовать. Бэйо. Бэйо. Чу-чу-чу-чу. Это на завтрак. В общем, чипсы вот такие вот. Но они из разных. Вот видите. Они не изжареные. Они, в общем, полезные. Чипсы полезные. Если их можно так назвать. Евро 29. Но ничего там без масла, знаете, без всего такого. В общем, сушеные. Сушеные овощи. Сереги какие большие. Прям даже они мне это мешаются. Чу-чу, сальва-то. Почему сальва-то? А, ну да. Хлеб такой взялась из грубого помола. Он у нас 39 копеек. 39. Бумага. Вот это вот. Без нее никуда, ни туда и ни сюда. Ух ты. У меня даже 50 центов скидки было. В общем, 2,69. А, шуток. А, угу. Сама с собой разговариваю. Я дурочка. Не обращайте внимания. В общем, бумага 2,69. Думаю, что такое 5 евро? Что это? Что это? Ой. Сейчас расскажу. Вот взяла два таких цветочка. Их, короче, если берешь два, то второй идет 50% скидка. В общем, я сейчас смотрю, так и думаю, так, мне взяли. Они евро один стоят. Если один, то евро. Если два, то евро 50%. Евро... Почти 2 евро. Ну да. Ну, потом мне скидку сделали. А, кстати. А, да. У меня еще и такую скидку сделали. В общем, за все отдала 38,34. А у меня еще было в приложении, там 50 копеек скидка тоже. Почему-то мне ее сюда не забабахали. В общем, сейчас в приложение залезу. У меня есть приложение от Lidl. Там тоже иногда дают скидочки. А, что-то мне их сюда не забабахали. Хотя телефон... А, ну вот цветок какой я взяла. Надо уже потихонечку, блин, цветочки покупать, которые у меня подохли. Завтра вам покажу, куда я его поставлю. Сама еще не знаю, куда я его поставлю. Сейчас буду все это разбирать и делать тортию де потата. Рецепт у меня есть на канале. Так что показывать вам ничего не буду. Заходите в плейлист рецепты и там все увидите. Если не забуду, внизу в инфобоксе оставлю вам рецептик на видео. Очень легко, просто и вкусно. И для поездок каких-то вообще это супер вариант. Такая вот тортия де потата. Ну вот я завтра буду. Завтра буду. Что буду, то и буду. Завтра и увидите. Что это я вам сейчас все секреты расскажу. А на завтра что оставлю? А на завтра я. Подписались? Лайк поставили? Ну спасибо. И пишем комментарии. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. А у меня еще посуду помыть. Кстати, я мужу сейчас это заставлю посуду мыть. А я буду тортию де потата делать. Да? Да. Всем пока-пока. Я не усну, если это не попробую. Боже, как пахнет. . Да. 105. М! Пусти. 5. Хgio. 돈.